С Вашей конференцией, да? Да. Представьтесь, пожалуйста. Я граждан Российской Федерации Мельчаков Иван Васильевич. Пойдет с 7 июня 1995 года. Где служили? Не понял. Служите где? Служу в городе Кострома, воинская часть 71211, 331 парашютный десантный полк. Звание? Звание гвардии Кострома. Вы знали, что Вы находитесь незаконно на территории Украины? Догадывался. Ну, понял я, когда уже нас начали бомбить. А как попали на территорию Украины тут? Ехали колоннами. Не по дороге, а по полям. Я даже не видел, где мы границу пересекли. Понятно. Ну, Вы же знали, что Вы едете на Украину? В финале. Цель? Ничего не говорили, просто сказали, что совершаем марш 70 км. Выход на 3 дня. Можно? Это Ваш жетон, да? Это мой жетон, да. Представь? Вооруженные силы России, СУ, 108 на 12. Можно? Можно? Скажите, Ваше личное мнение. Зачем Вас сюда послали? Ну, личное мнение. Личное мнение. Была бы моя воля, я бы вообще никуда не лез. Я считаю, Украина тоже независимая. Если там есть какие-то проблемы, то пускай они внутри решаются. Сами, посторонним, влезать не надо. На Вашей страничке ВКонтакте есть такая фраза. Меня в Ростов опять отправляют. На войду. На войну. Майдан мочить. Поеду в понедельник. Это вот здесь стоит. Есть такая фраза? Это Ваша? Да, мое. Можете ее прокомментировать? Комментировать? Как бы на тот момент нам ничего конкретного не сказали. Ходили только одни сутки. Мы все понимали, что это будет. Едем в Ростов. Посылка была то, что будет батарейно-тактические учения в Ростове проходить. Ну, а почему здесь Майдан мочит? Ну, как бы стыдно даже говорить. Просто хотел выпендриться перед другом, что ли. Поэтому написал такое. На тот момент мы не знали. Нам говорили, что по телевизору слухи так ходили у нас в России, что бандеры – это зло, это творить, что попало. А ополчение – это хорошее. Ну, приехав сюда и попав в плен, нам все разъяснили, пили глаза на правду, на истину, что оно как на самом деле происходит. Мы даже не знали, зачем мы едем. Мы ехали и все. Просто заблудились. И вот нас устраивали с миномета, потом со стороны России по нам еще и град лупанул. Свои же. Россияне все нам пудрят и ебут мозга. Так скажу. Тут на самом деле все по-другому. Не так, как говорят по телевизору. И то, что мы простые пацаны, которым сказали, он сделал. Как пушное мясо едем сюда. Не знаю, зачем и почему. Спасибо. Я их всех безумно очень сильно люблю. Маму, папу, брату, сестру, бабушку, дедушку. Любимый дедушку Валерию. Который так сейчас тяжело. А когда нужно, еще будет тяжелее. Командир, могу лишь пожелать, чтобы они не скрывали от солдат, что и куда оговорили. Потому что мы как слепые котята поехали.